Доброе утро! Наша программа продолжается. И вот буквально несколько дней назад парочку отгремела Ночь музеев. И уже пришла пора говорить о следующем огромном культурном событии, в том числе для Екатеринбурга, это Ночь музыки. Юрал Мьюзик Найт, именно так называется это большое масштабное мероприятие. Весь город гудит, не спит всю ночь. Все гуляют, поют, пританцовывают и вообще радостными становятся в этот период. И вот одна из площадок, которая готовится к открытию на этом большом, грандиозном фестивале, сейчас мы о ней все подробности и узнаем. Алиса Лишенко, площадка называется Dance Fest Bikini Выбирай. Такое у нее название. Алиса, участница проекта танцы на ТНТ, хореограф-постановщик, автор танцевальных шоу «Свадьбище» и «Забытый цирк». Алиса, доброе утро! Доброе утро! Алиса, давайте начнем с того, что само это мероприятие масштабное состоится в июне 26 числа. Вы посещали в Юрал Мьюзик Найт до этого? Ходили, гуляли, бродили? Да, мне кажется, каждый второй из жителей Екатеринбурга посещал все это действие мероприятия. Я считаю, что на самом деле это очень масштабное, очень глобальное такое действие для Екатеринбурга, и оно очень значимое. Поэтому организатором, которым сейчас одним, с частичкой маленькой, буду являться я, огромное спасибо за это, потому что это правда бомбически и интересно. У вас же своеобразная площадка, она отличается немножко от такой, ну, стандартного подхода, наверное, на Юра Мьюзик Найт… Да, тем, что это танцевальная площадка. Да, все верно. В этом году впервые будет целых два, две площадки, на которые они будут именно на танцы направлены, не только на музыку и на что-то интересное, а именно танцевальные. То есть одна площадка будет одним принадлежать, а одна вот именно будет там, где будет проходить фестиваль Dance Fest. А в каком-то поформате? Подождите, это же ведь площадка на воде будет. Да, она будет прямо на воде, она будет прямо стоять прямо на понтонах, прямо вот на воде, как мы это представляем, и будет находиться возле киноконцертного театра «Космос». А будет ли видно, ну, как сказать, гуляющим этот… Тем, кто на набережной выйдет. Да, конечно, будет всем зрителям это все видно, и будут лодки с большими флагами ездить вокруг, да, то есть это будет все очень интересно и непопытно. А какой формат? Это вот просто один за другим будут выходить танцевальные коллективы, показывать номера? Нет, это прямо вот фестиваль, то есть танцоры будут бороться, будут выходить, проходить фесты, это два этапа. Первый этап – это нужно будет показать свою визитку, свою постановку, то есть вышел танцор, показал свою танцевальную постановку, ушел. Жанр имеет значение или нет? Жанр не имеет значения, танцевальный стиль не имеет значения, но имеет значение то, чтобы показывать, потому что очень важно показать тему пляж. Пляж, то есть поэтому бикини называется, потому что приз в самом конце получит самый лучший танцор – это поездка в Турцию. Ух ты! Как раз на пляж, на море? Да, да, прям самый сезон. А означает ли это, что все танцоры в бикини будут? К счастью, нет. На самом деле, нужно раскрыть тему пляжа, то есть все атрибуты, которые связаны с пляжем, да хоть в коврике, хоть в панамке, выйди хоть с большой доской, все это будет, и за это будут плясоваться большие баллы. Вот приз реальный, площадка необычная. Как стать участником этого фестиваля? Я так понимаю, сейчас уже нужно отправлять заявку? Да, уже нужно, уже начали отправлять заявки, это действительно правда, хотя анонса было буквально пару дней. Есть группа ВКонтакте, DanceFest, бикини выбирает. То есть вы заходите туда, и в обсуждениях можно спокойно зарегистрироваться. Вот, я либо помощники это сделаю. А так, подожди, я хочу спросить, вообще в мире где-то было еще подобное? Танцевально-водный фестиваль? Вот, у меня тоже задавали уже этот вопрос, но если честно, я прошертила, вчера прогуглила, что есть, не было таких действий, то есть были подобного что-то рода, но вот именно такого не было. Уникальная тусовка будет. Да. А нужно ли быть профессиональным танцором? Я не знаю, может быть, иметь какой-то диплом выпускника? Или там шпагат будет, проходной какой-то, фейс-контроль. На самом деле, я думаю, что каждый, кто хотел бы хоть как-то принять участие, тот сможет это сделать. Ну, конечно, приветствуется, если вы хотя бы хоть раз в жизни танцевали, хоть где-то, не только в полном душе. Я бы себя думал, что я хорошо танцую, вдруг в бикини и в панамке, поверь мне. Победа, очевидно. Давайте тогда еще раз напомним нашим телезрителям, что Юрал Мюзик Найт пройдет в городе Екатеринбурге в 23 июня. И вот одна из площадок будет такой водный, на понтонах, танцы, танцы на воде. Да, на воде. Танцы не для слабых, танцы для тех, кто хочет отправиться в Турцию. Называется площадка Dance Fest Bikini, выбирай. И большое спасибо. Большое спасибо Алисе Лишенко за то, что заглянула к нам сегодня на огонечек и рассказала все самое интересное про Юрал Мюзик Найт. Мне кажется, правда, крутая площадка. Я бы хотел побывать и посмотреть. Не что самое интересное? Да нет, конечно нет. Друзья, вернемся в студию буквально через пару минут.